Всем привет! Продолжаем рассматривать картины и описание к ним. Сегодня у нас Джованни Лоренцо Бернини, глава Медузы, 1644-1648 год, мрамор, высота 68. Джованни Лоренцо Бернини, архитектор, скульптор, крупнейший представитель итальянского барокко. Старые мистера знали о Медузе из метморфоса Видия. В греческой мифологии она одна из трех ужасных сестер Гаргон, чья внешность была столь устрашающей, что всякий, кто бросал взгляд на нее, превращался в камень. Широко раскрытые глаза, клыки вместо зубов, язык всегда высунут, а вместо волос змеи. Медуза обезглавил Персей, но и после смерти голова Гаргона сохранила способность превращать камень. Это стало причиной ее изображения на щитах воинов и других предметов в качестве защитного талисмана. Бернини знал не только рассказ о Видии, но и другие варианты мифа. По одной из версий, Медуза имела прекрасные волосы и хотела состязаться со Фиме в красоте, но в наказании богини мудрости превратила их в змей, а ее сделала смертной. Творец был знаком с поэмой своего современника Джованни Батисты Марина, в которой описывается как Медуза, разглядывая собственное отражение воображаемом в зеркале, с болью и тревогой осознала свое превращение в мрамор. Жестокая усмешка исказила ее черты, и мастер в данной скульптуре запечатлел именно этот момент. В 2011 году извояние было представлено в Москве, в музее Пушкина. В экспликации к работе справедливо отмечалось, что Марина и Бернини переосмыслили античный миф. Не Гарго, на своем взглядом, обращает врагов в камень, но сама в роковой ошибке ловит свой образ в воображаемом зеркале, в буквальном смысле на наших глазах превращается в мрамор. Для Бернини Медуза это рафинированная барочная метафора скульптуры и высоких достоинств скульптуры, которая обладает властью заставить окаменеть от удивления тех, кто способен приходить в восторг от необычной искусности его резца. Ну что, сегодня мы посмотрели работу Джованни Лоренцо Бернини «Голова Медузы». Всего всем привет, пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания Великие музеи мира.